15 парков Шанхая приглашают посетителей на праздник лотосов. Раскрывшимися бутонами можно будет любоваться около двух недель. Посетители смогут насладиться не только цветением. Во многих парках из лотосов создали целые композиции в китайском традиционном стиле. Подробности далее. История сада Гуи на северо-западе Шанхая насчитывает более 400 лет. Праздник лотосов здесь устраивает последние три года. Среди гостей американская пара, живущая в Шанхае. По их словам, этот визит превзошел все их ожидания. Я искал классические сады Шанхая в интернете. Еще я смотрел, где будут цвести лотосы. Они очень красивы в это время года. Все оттенки цвета складываются в прекрасную композицию. В Шанхае всего пять классических китайских садов. И этот особенный. Здания, пруды, чайные домики вызывают необыкновенное умиротворение. Экспозиция позади меня включает в себя традиционные китайские музыкальные инструменты. Посетители видят сплав красоты лотосов и традиционной китайской культуры. В этом году посетителям парка впервые показывают самые ценные виды лотоса. Некоторые привезли из Таиланда и США. Другие выращены местными специалистами. Это место идеально для расслабления после экзаменов, уверены многие шанхайские школьники. Мне нравятся бутоны. Они невероятно красивые на фоне зеленых листьев. Китайская поэма, написанная 800 лет назад, очень хорошо это описала. Зеленые листья сливаются с небом, а красные цветы отражают солнце. Все желающие работники парка научат составлять цветочные композиции с лотосами. Кроме сада Гуи, раскрывшиеся бутоны цветков Будды в ближайшие две недели можно увидеть в Народном парке, в парках Янпу и Гуйлинь, а также в Национальном лесном парке Шанхая Хайвань. Анна Саинкевич, CCTV